Здравствуйте ребята, свершилось. Цены падают и я начинаю закупаться видеокартами, ну конечно эти видеокарты BU. Сегодня я себе приобрел две карточки и у нас в обзоре будет одна из них. Это Gigabyte Geoforce GTX 1060, 3 гигабая версия, однокулеровая. Давайте посмотрим на что она способна. Ну, сначала коротко о карточке. Карточка выглядит сама вот так. Она, нельзя сказать, что она очень маленькая и очень какая-то такая компактная. При этом у нее, вот если посмотреть, система охлаждения сделана, правда, на уровне. Получше, чем, например, у моей одной карточки Zotac, которая у меня есть. У этой все-таки получше будет охлаждение. Что еще можно насчет нее сказать? Я ее приобрел всего за 228 долларов, прямо здесь, на месте, в Тбилиси. Купил я ее по объявлению, проверил ее и она работает нормально, без всяких проблем и нареканий. Память у нее Samsung, поэтому я за нее переплатил чуть-чуть, по сравнению с другой карточкой. Из-за того, что только у нее память была Samsung и на эфире, она для особо нетерпеливых может выдавать 25,5 мегахеш. Давайте взглянем на эту карточку и потом перейдем на тест. Так, выглядит у нее коробочка. Она у нас, конечно же, БУ. Ну, хорошенькая такая карточка, нормальная БУ. Я ее протестил и работает она замечательно. Давайте посмотрим, что у нас в коробке. Взрываем коробочку. Тут у нас карта. Кроме этого, еще нетронутый диск и инсталляционный гайд. Коробку убираем вбок. Она больше не пригодится. Ну что, вот, короче, сама карта выглядит вот так у нас. Тут мы видим, она без пломбы. При этом все у нее на месте. Спереди вот так, один 90-миллиметровый кулер у нее стоит. Здесь у нас два DVI-порта. Один дисплей-порт и один HDMI-порт. Сейчас посмотрим ее в тестах, как она будет себя вести в майнинге и на что она способна. Да, кстати, память у нее Samsung. Поехали. Вот эта карточка. GTX 1060, 3 гиговая. Подключена сразу же уже к этому блоку питания. И на эфире выдает у нас 25,4 мегахэша. Вот самая карта. И вот ее настройки. Плюс 1000 memory clock и core clock. У меня курвит и 1746 там стоит. Вот это показатели. 148-149 ватт. Она потребляет. Та же карта, только уже у нас CryptoNight. 499 хэшей на CryptoNight. Вот те же настройки. Ничего не менялось. И потребление 124 ватта. Так, хорошенько меньше. Следующий. 312 солей на Zcash. Вот такие настройки у нас. Ну, потребление с розетки 184 ватта. Ну, это карта и система. Ну, как мы видим, карточка показывает себя очень хорошо во всех тестах. И 25,5 мегахэш на эфире это очень хороший показатель для этой карточки. Но это только из-за того, что у нее память Samsung. Потому что до этого у меня тоже была карточка с самсунговской памятью. И она выдавала столько же. Это только Samsung могут поддерживать до 1000, плюс 1000 memory clock. И при этом они выдают хороший хешрейт. Что же, скажется, других алгоритмов, это тоже очень приемлемо и тоже очень хорошо. По потреблению сама карточка, да, где-то потребляет на эфире где-то 70-75 ватт. На Zcash 80-85, смотря какие настройки у нас будут, да, в среднем. А самое маленькое потребление у нее на криптонайте это до 55 ватт. 50-55 ватт где-то вот так выходит в этой сумме. И, кстати, на криптонайте она здесь тоже нормально показывает 550 хешей. Но, сравнивая ее с все-таки RX 570, то тут на криптонайтах где-то от 800-900 хешей может выходить. Так что вот так все-таки. Но не так уж много на криптонайте, почти в два раза меньше. Но зато в эфире она показывает себя очень хорошо. И можно на ней копать без проблем и эфир, и Zc. Карточка греется не больше 62 градусов. Как она стояла у меня в стенде и работала, она грелась не выше 62-64 градусов. Смотря как было в комнате жарко, да, там, утро и вечером, если сравнивать, да. На этом было все, что я могу сказать вам про эту карточку. Если вас что-то еще дополнительно интересует, пишите это в комментариях, я вам отвечу на ваши вопросы. С вами был Леван Беручашвили. И если вам понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на канал. До скорых встреч, ребята, пока. Субтитры сделал DimaTorzok